Всем привет. В первую очередь хотелось бы сказать, какие вы все молодцы, что потратили субботу на то, чтобы собраться, прийти сюда, послушать, что новое. То есть пойти по пути саморазвития. То есть все у вас получится, все будет хорошо. Вы большие молодцы и спасибо, что пришли. Как сказал Коля, тема моя – продукты пользователей. Дружба начинается с UX. Меня зовут Николай Грачев. Почему я рассказываю про эту тему? Потому что с 2010 года я узнал, что такое юзабилити. Мне это очень понравилось. Я подумал, что как идеалист это то, что мне нужно изучать, куда стремиться. Я хочу делать качественные продукты. Я хочу влиять на то, чтобы вещи приносили больше удовольствия, радости и выполняли свои функции. Если честно, на самом деле тема имеет немножко длиннее название. Эта дружба начинается с юзер-экспириенс дизайн. И ключевое слово здесь дизайн именно, потому что UX – это как раз очень напрямую зависит и соотносится с дизайном. Начнем мы с банальной фразы, которую многие из вас где-то читали, где-то слышали. Вы все знаете, что это за человек. Не все любят Apple, знаю. Есть там поклонники андроида. Но дизайн – это не то, как предмет выглядит, а как он работает. Хотя, в принципе, если честно, субъективно, МХО, я немножко не согласен. Потому что как он работает и как выглядит – это в целом дизайн как раз. Дитэ Рамс, проектировщик компании Брау, он сформировал более глубокое понятие хорошего качественного дизайна. Это значит, что он должен быть инновационный, он делает продукт полезен, он эстетичен, он помогает продукту быть понятен, ненавязчив, честен, надежен, продуман до мельчайших деталей, он беспокоит обгружающей среде, и хороший дизайн – это как можно меньше дизайна. Кстати, проектировщики интерфейсов говорят, что лучший интерфейс – это отсутствие интерфейса. И, в принципе, все проектировщики стремятся именно к этому. То есть как можно меньше интерфейса. Такое вот объяснение дает нам Википедия о том, что юзер экспириенс – это то, что пользователь ощущает во время пользования услугой, продуктом, те эмоции, которые у него возникают. То есть ясное дело, что бывает UX хороший, бывает UX плохой. Берем, например, хороший UX – это когда вы пришли в интернет-магазин банально, заказали себе какую-то вещь, добавили в корзину, сразу пришли в корзину, оформили, заплатили, вам сразу же перезвонили, привезли буквально там в кратчайшие сроки, вы кайфуете. То есть вы получили офигенное удовольствие от работы с этим магазином. Мало того, вы будете этот магазин дальше рекомендовать. Вы получили большое удовольствие от того, что вы использовались этим магазином. Либо наоборот обратно, то есть вы зашли в интернет-магазин, добавили товар в корзину, перешли на оформление заказа, выбрали, как доставить, и потом вас просят зарегистрироваться. Ну хорошо, зарегистрироваться, чтобы наделать свои контактные данные. Вы забиваете свои поля, свои данные, нажимаете зарегистрироваться и подаете на главную страницу. И первый вопрос, что это было? И что делать дальше? То есть проходит какое-то время, понимаете, ага, теперь надо снова вернуться в корзину. Да, точно, товар мой остался, конечно. Вот, и снова по тому же пути идете. Мало того, еще можно снова просить вас зарегистрироваться или авторизироваться. Вот, и, ну, такие вещи, они раздражают. И из таких вот мелких вещей очень часто состоит весь UX. Вот. Это касается, на самом деле, я буду рассказывать больше на тему IT, потому что мы сегодня собрались пройти, говорить вроде как. Вот. Но UX это на самом деле гораздо шире, чем IT. То есть та же входная дверь, тоже у нее есть свой UX. То есть в Америке специально для, то есть двери, которые служат для выхода на площадку во время там аварий всяких, они специально сконструированы таким образом, что если будет паника, то эти двери не помешают народу быстренько выскочить. Вот. Вот иллюстрация. Я пытаюсь периодически менять в своих докладах эти иллюстрации. Вот. На самом деле, если вы погуглите user experience design и выберите тип, то есть гуглите картинки, выберите тип фотографии, вот такого добра там будет достаточно. На самом деле даже, по-моему, могу ошибаться, могу наврать, но, по-моему, в Германии, когда строится новый дом какой-то, многоквартирный, они не делают сразу дорожек. Они просто смотрят, как люди ходят. Потом по этим просто дорожкам они прокладывают асфальт. Все, очень просто. И нет вот такого вот. Потому что когда ты идешь вот по такой вот протопной дорожке, ты думаешь, вот это не идиоты. Они как бы же могли, ну, здесь же удобно ходить. Ну, вот. Как бы, продолжая разговор, хочется сказать, что UX это не теория дизайна, когда дизайнер сел себе, что-то там напридумывал, типа, да, гениальная идея, все четко, все зачетно. Заказчику понравится обязательно. Вот. А пользователи это, ну, как бы не заказчик. Вот. Поэтому User Experience всегда должен измеряться. Он всегда базируется на каких-то... То есть, грубо говоря, в UX очень много данных, очень много чисел, очень много исследований. Это не теория, это вечно практика. Вот. Собственно, для примера, то есть, это может быть количество зарегистрированных пользователей. То есть, допустим, вы знаете, что на вашу форму регистрации пришло тысяча, из них зарегистрировалось 10. Почему? Почему не зарегистрировались остальные 990 пользователей? Вот. Вы начинаете разбираться с этим. Собственно, наверняка что-то им мешает. В принципе, не всегда это может даже касаться самого интерфейса. Возможно, что-то им другое даже мешает. Но это уже зависит от разных факторов разных страниц и так далее. Тут еще немаловажный пункт. Последний. Это для тренера работа с продуктом. Это тоже измеряется на самом деле. Есть там такие практики, как NPS, это Net Promoter Score. Может, кто-то даже где-то встречал, когда нужно отметить, присылает вам, либо письмо приходит, либо где-то в интерфейсе вы видите, спрашивают, насколько вероятно то, что вы порекомендуете наш продукт вашим друзьям и коллегам. И выберите от 0 до 10. 0 точно не порекомендует, 10 порекомендует. Вот. Это NPS технология. То есть потом эти данные, естественно, читаются, и потом есть четкое понимание, хорошо относятся клиенты, недовольны, лояльны, нелояльны. И на этом слайде, я думаю, вы сразу догадались, где место UX, но давайте не будете поднимать руку или выкрикивать с места. К этому еще дойдем. Вот есть у нас три составляющих, в принципе, основа продукта в IT. Это технология, это бизнес и это дизайн. Вот на всех этих стыках… Здесь есть? О, есть. Вот. На стыке технологии и бизнеса у нас всегда будет логика, по которой работает наш продукт. То есть это логика, которая исходит из бизнеса и которая реализовывается технологией. На стыке бизнеса и дизайна всегда будет маркетинг, будет пиар, все, что вот помогает привлечь дизайном к бизнесу. А на стыке технологии и дизайн будет юзабилити. Юзабилити – это не UX на самом-то деле. Многие, кстати, путают до сих пор, называя одно другим, другое первым. Это неправильно. Потом я расскажу, почему. Естественно, место UX у нас посредине. Чтобы вы не понимали, UX-дизайнер – это должен быть очень коммуникабельный человек. Просто вот у него скиллы коммуникабельные должны зашкаливать просто. Потому что он общается со всеми. Он должен найти общий язык с разработкой. Он должен найти общий язык с продукт-оунером. Он должен найти общий язык с дизайнерами, с верстальщиками, с маркетингом. Это достаточно сложно, я вам скажу честно. Реально сложно. Я раз разговаривал про юзабилити, про дизайн. Объединиться, в чем же разница на самом-то деле. Мы видим первый блок – это UI. Это графический интерфейс, юзер интерфейс. Он отвечает на вопрос. Она работает? Да, она работает. Юзабилити отвечает на вопрос. Она хорошо работает? Правильно работает? То есть пользователь понимает, что произойдет, когда она жмет на эту кнопку? Да, понимает. UX, в свою очередь, он добавляет уже более эмоциональные окраски. То есть мы видим, что это не просто роботизированный язык, типа да, нет, сохранить, отмена. Кстати, до сих пор современные сайты этим грешат. И ты туда заходишь, бывают такие вопросы в поп-апах всплывающих, где хочется нажать окей, и тут задумаешься, это то, что мне надо или нет. То есть мы видим, что уже UX общается на понятном языке. Да, закончить покупку или нет, спасибо. Ну и плюс, как бонус, ваш заказ пройдет раньше срока. Есть такой специалист, там даже у него есть свои заслуги, Джесс Гарретт. Он вывел для юзер экспириенс пять уровней, на которых базируется UX. Первый – это стратегический. Это, собственно, с чего начинается любой продукт. Это стратегия. То есть к чему мы стремимся, наша цель. Какие потребности наша аудитория, наших пользователей. Что будет мерилом успеха, что в итоге, то есть как мы будем мерить, успешным или нет. Второй уровень повыше – это уже набор возможностей. То есть да, мы узнали, что, допустим, нашим пользователям там необходимо то-то, то-то. Они ведут себя так-то, так-то. И тогда мы понимаем, что нам нужен вот такой вот набор фич, который бы им помог в их проблеме, в их проблемах решить их дела. Какой контент им нужен? То есть это часто касается SME, там всяких, то есть медиа сайтов, которые работают с контентом. То есть какой контент им на самом деле нужен? Как? Что их заинтересует? Что решит их проблемы? Может, там есть пользователь, который хочет как-то подняться среди своих друзей, больше узнав там про технические новинки. Поэтому ему нужно будет давать больше информации про технические новинки. Третий уровень – это структура. Это уже непосредственно экраны, та навигация, по которой будет продвигаться пользователь, достигая свои цели. Это еще не детализировано, но это просто структура, как мы ее представляем себе. Это сценарий, по которому будет ходить наш пользователь. Предпоследний уровень – это компоновка. Это уже то, чем занимаются дизайнеры интерфейсов. Но это у нас в Украине это одно и то же. С UX есть юзабельный эксперт, а в других странах для этого есть отдельный специалист, дизайнер интерфейсов. Он же непосредственно показывает такие low fidelity, то есть низкокачественные прототипы, как оно будет работать. Он отвечает за то, чтобы оно юзабельно работало. То есть для этого там проверяется юзабельный специалистом. Вот. И, собственно, самый последний уже уровень – это непосредственно графическое представление нашего продукта, когда дизайнер садится и тут тенюшечку добавил, тут градиентика, тут он сделал кнопку выпуклой, здесь он сделал кнопку плоской, потому что так при тестировании поняли на этапе компоновка. Юзер экспириенс, если вычеркнуть юзер из этого всего, остается экспириенс. Это к чему? Весь юзер экспириенс строится вокруг наших пользователей, вокруг людей, которым это надо. То есть все зависит от того, кто они, что им надо, какие у них проблемы, какие у них стремления, чего они боятся, чему они стремятся, как они оценивают успешность свою, чужую. И для этого есть такая методика. Ее, в принципе, в последнее время редко используют, но начинающие дизайнеры, начинающим всегда рекомендую с этого начинать. Почему? Потому что составление персонажа, персонаж – это архетип нашего пользователя. Вот. Давайте я вначале расскажу про персонажа. То есть бывает так, что у вас есть, возьмем пример работы UAE, на которой я работал. У нас есть отдельный сегмент работодателей, отдельный сегмент соискателей. Их потребности и проблема абсолютно не совпадает. То есть это уже два архетипа будет пользователя наших персонажей. Дальше когда-то я решал одну проблему по привлечению со стороны соискателей, и у меня было три разных персонажа. Первый – это PHP-девелопер, второй – это, сейчас помню, это было… Ага, бухгалтер, который выходит из декрета. И третий – это был региональный менеджер. То есть это были три архетипа, которые определяли бы какой-то сегмент пользователей. А сегмент пользователей может базироваться на чем? На возрасте, на социальном статусе, на профессии, на гендерной почве. То есть мы находим какой-то сегмент пользователей, для которых будем решать наши проблемы. И в итоге у нас выходит вот такая вот анкетка, где мы описываем возраст нашего персонажа, как зовут, фотография обязательно. Сейчас я скажу для чего. То есть кем работает, сколько получает, чего она боится, к чему она стремится, какие у нее знания и понимания технологий, как она работает с социальными сетями. И в принципе всю эту необходимую информацию тоже надо расписывать, которая конкретно необходима для каждого индивидуального проекта. Есть еще одна методика, вот такой вот веселый чувачок, его не зря нарисовали в профиль, потому что каждая из этих частей что-то отвечает на какой-то вопрос. Верхняя часть – это о чем он думает, то есть какие у него мысли возникают. То есть если он женатый человек, то наверняка эта мысль будет, как бы заработать побольше, чтобы прокормить семью, как бы не налажать на работе, чтобы меня не выгнали с работы и я смог нормально прокормить семью. Там, где ухо, соответственно, то, что он слышит. То есть что говорят его друзья, что говорят его коллеги, что говорят по радио. То есть ту информацию, которая входит в него, которую он потом перерабатывает. Естественно, для него есть какие-то авторитеты. Тот же начальник наверняка что-то скажет, может он скажет какой-то бред, но так как этот начальник будет авторитетом для нашего персонажа, персонаж будет потом отталкиваться этой информацией. Собственно, куда он смотрит, это то, что он видит. То есть как поступает и что делают все вокруг. Что предлагает телевидение, наружная реклама. И нижняя часть под ним. Это то, что он говорит и то, что он на самом деле делает. Естественно, это две разные вещи. То, что он говорит и то, что он делает. И в самом низу это его страхи, жизненные страхи. То есть то, что я говорил, это именно боязнь потерять работу. Боязнь, не знаю, стать недееспособным, чтобы не смочь проклямить семью. Ну и чему он стремится. То есть что он для себя определяет как какой-то успех. Для чего все эти нужные персонажи. То есть можно составить как бы отлично, забавно, весело. Но на самом деле эти персонажи потом сопутствуют всему развитию продукта. То есть вы знаете почти в лицо, считайте, ваших пользователей. Когда вы начинаете думать над тем, чтобы сделать еще, чтобы улучшить, вы всегда можете опираться на эти данные. И когда кто-то прибежит с идеей, у меня такая классная идея. Ну и показывайте персонажей. Она им нужна? Нет, она им не нужна. Ну значит идея хорошая, но просто не для нашего случая. Обычно рекомендуется делать вот таких вот персонажей. 3-5 и один антиперсонаж. Антиперсонаж это тот персонаж, на которого мы никогда не будем ориентироваться. Вот. Это молодым дизайнерам, UX-дизайнерам помогает просто все время не забывать, для кого они все это делают. И в принципе ключевой, самый, то есть второй ключевой навык, который должен быть у UX-дизайнера, это эмпатия. Он должен как можно больше сопереживать своим пользователям. Он просто должен быть в их шкуре постоянно. Говорят некоторые UX-дизайнеры, спиваются из-за этого. Шучу. Он должен понимать на самом деле, что действительно надо его пользователям. Он должен много спорить, как у меня это было. Я очень много спорил с руководством, потому что руководство видит бизнес. И он видит как свое видение бизнеса, со своей стороны, как человека, который тратит на это свои деньги, зарабатывает с этого деньги. Но при этом нужно всегда находить вот эту вот лесенку между бизнесом и пользователем. И это нужно делать UX-дизайнеру, ему нужно выступать как адвокатом пользователя. Вот. Эмпатия очень важна для UX-дизайнера. И собственно вот этот вот второй метод называется карта эмпатии. Потом, конечно, когда уже у UX-дизайнера больше опыта, у него есть понимание своих пользователей, которые он уже может нормально держать в голове, он уже может их использовать в практике. Но поначалу лучше это делать на бумажке. Кстати, у меня был один забавный случай, когда я пришел в магазин, на кассе стою и думаю, где-то я эту девочку знаю. Откуда я это знаю? И не могу вспомнить. Только потом, когда уже пришел на работу, я вспомнил, что это был один из моих персонажей. Я просто, когда, ну, то есть, составлял такого персонажа, ну, допустим, вот, имя Вася. Хорошее, замечательное имя Вася. Но когда вы слышите это имя, вы представляете, если Вася есть здесь. Все, нормально. Я просто не хочу Вас обидеть, на самом деле у меня есть друзья Вася, это классные люди, они всегда добрые, такие позитивные. Вот. И когда вы представляете себе имя Вася, у вас уже есть какой-то образ, фотография вот того человека. Собственно, эта фотография должна вот исходить из того, как вы представляете себе какого-то Геннадия Михайловича, вот, который, допустим, директор, там, какой-то, не знаю, либо комбинате. Вы представляете, что это статный, здоровенный мужик, вот, может быть, в очках, вот, седой. И вы соответствующие фотографии ищите, естественно, выбираете. И вот вы, когда видите фотографию, вы сразу понимаете, это Иван Геннадьевич. Вот. Собственно, такую девушку я встретил, я долго не вспомнить, оказалось, это мой персонаж. Сценарии. Мы видим картинку, я, наверное, плохо вам видно, я расскажу про нее. На первом слайде мы видим, как паренек идет по городу, по улицам, лазит в своем смартфоне по каталогу одежды, выбирает себе кроссовки и хочет их забрать, то есть покупает их и хочет забрать с магазина. Он находит точку, где ближайший магазин, куда он пойдет забрать. Он говорит, покажи-ка мне, как быстрее дойти. И ориентируется по улицам, вот, подвигается до магазина Sears, который, кстати, по-моему, вот-вот закроется в Канаде и в Америке. Собственно, сценарий – это важно для UX-дизайнера, чтобы он понимал, в каком контексте будет использоваться его продукт. То есть если это мобильное приложение, то, возможно, это будет использование на работе, возможно, он будет использовать его в транспорте, там, читать шутки, посмотреть рожачные картинки, возможно, он это будет делать после работы дома, лежа на диване, то есть когда уже ты успокоился, все хорошо, тебе хочется получить немножко долю позитива, ты смотришь котиков в вашем приложении. То есть контекст очень важен для того, чтобы вы знали, как делать и что делать. То есть разные вещи. Если он в транспорте, то, естественно, ему нужна одну подача информации. Если он дома, спокойно, в спокойной обстановке, это другая. Если он на работе, то его наверняка все время дергают, он все время отвлекается, он нервничает, и это очень сильно повлияет на то, как он пользуется приложением и очень повлияет на его UX. Если он неправильно продуман, то в худшую сторону, естественно. Поэтому сценарий – это представление, как пользователь своей жизни, а мы уже про него, в принципе, немного знаем с персонажей, то есть где он пользуется, как он этим пользуется. И из этого у нас выходит продукт, который подойдет нашим персонажам. Как получить информацию? Я расскажу тут несколько методов. На самом деле их просто нереальное множество. Если он будет рисовать слайды, я постараюсь добавить их в конце, разные ссылки на все, что можно почитать, узнать. Но в первую очередь самый главный метод – это общение, коммуникация со своей аудиторией. Без этого никак. Если UX-дизайнер забьется в своем кабинете, со своим столом и будет придумывать что-то там как-то, вероятность того, что он зафакапит, просто стремится к 100%. Всегда UX-дизайнер должен выходить своим пользователям, общаться к потенциальным пользователям. Он должен изучать их, понимать, спрашивать, общаться, еще раз общаться. И чем больше это будет происходить, тем больше он будет знать о своих пользователях, тем лучше и качественный будет продукт, тем больше будет, естественно, хорошего UX в продукте, тем больше будет зарабатывать компания на этом продукте. То есть все будет хорошо. Вау, какой эффект. Интервью, собственно. То, что я и сказал. То есть это вы заранее составляете список вопросов, то, о чем вы хотите узнать конкретно. И идете, то есть договариваетесь с пользователями, с аудиторией, с респондентами, идете и общаетесь с ними. Желательно это делать в той среде, в которой они будут или уже пользуются продуктом. Тогда у вас будет больше понимания, как это происходит. Но, собственно, есть некоторые такие правила, которые все-таки нужно соблюдать при интервью. Это всегда должно быть два человека. Один никогда не… То есть я раз ездил сам по респондентам, я понял, что я зафокапил, потому что я вроде общаюсь, а записывать-то я не успеваю просто. Я думаю, то, что я пытаюсь записать, а он уже рассказывает дальше. И это первое правило. Всегда берите с собой кого-то. Естественно, заранее нужно подготовить весь этот сценарий. О чем говорить, о чем спрашивать. Экспромтом не выйдет. Даю гарантию. Не выйдет экспромтом. Задавайте открытые вопросы. Ну, думаю, тут понятно. Открытые вопросы – это вопросы, на которые развернутый ответ, а не просто да, нет, нравится, не нравится. Это, кстати, одна из ошибок дизайнеров и из дизайнеров – это спрашивать, нравится или нет. Всегда найдется, кому не нравится. А тут главное спрашивать, работает ли, не работает. Если не работает, почему не работает. Ладно. Во время интервью не бойтесь составлять респондента. У меня было такое, что пришла девочка, которая действительно любила поговорить. И в итоге у нас интервью затянулось на два с лишним часа. Ну, короче, очень долго. Очень-очень-очень долго. В итоге я понял, что я уже все, мои силы иссякли. Я вижу ее, она тоже уже начинает злиться, что это все так сильно затянулось. Потому что мы вроде договорились полчасика пообщаться, а тут она на самом деле, в первую очередь, обижена на вас. Потому что вы затянули время. Ну, правде говоря, это реально вы затянули время. И я когда взял правило себе не бояться остановить респондента, когда его заносят дебри какие-то, когда он говорит, не по существу, не то, что вы хотите узнать, я не боялся останавливать, я продолжал уже более конструктивно в русле общаться с респондентами. Пользовательское юзабилити тестирование. Это самая веселая методика, кстати. Мы в работе EA завели практику каждую неделю приглашать двух респондентов, мы с ними садились в специально отведенной комнатке, я ее подготовил, и мы тестировали наши прототипы, мы прогоняли наш продукт. То есть это, по большому счету, когда вы садитесь рядышком, даете задание вашему пользователю, он их выполняет, и вы наблюдаете больше за ним, вы слушаете его. Как он это делает, почему он это делает. Иногда бывало так, что мы приходили, приводили респондентов, не давали конкретных заданий, а просто говорили, вот ты хочешь найти работу, вот ты зашел на сайт работы EA, что ты будешь делать. И мы смотрели, то есть наблюдали, как пользуются нашим сайтом, мы делали из этого выводы, понимали, что это надо, это не видно, это непонятно, здесь вообще все разбросано и пользователь перепутал, ушел в другую сторону. И когда вы сидите рядышком, смотрите, естественно, опять-таки нужно иметь еще одного человека, который бы записывал все то, на чем пользователь остановился, где он запнулся, что ему непонятно. Простите всегда комментировать то, что он делает. Доля информации оттуда полезной будет 10%, но этого тоже будет достаточно, чтобы придумать какие-то, то есть сделать какие-то выводы из вашего исследования. Но больше наблюдайте за тем, как он себя ведет и что он делает. И да, расслабьте респондента. На самом деле, когда приходили ко мне, и я видел, что они зажаты, они думали, что это их ПСС будет тестировать, они будут тестировать. Я всегда говорил, не беспокойтесь, это вы тестируете нас, а не мы вас. Я всегда проводил экскурсию по офису, работаю ей, показывал им, вот здесь у нас маркетинг, здесь разработка, здесь нас умные дядьки, я не знаю, что они здесь делают, что-то сидят. Собственно, тоже нам нужно тестирование привозить максимально к реальной ситуации. То есть, если это, допустим, сайт по продаже туров, респондент, вы говорите, типа, как бы хотел попутешествовать там, ну, хотел бы в Таиланд. Хорошо, когда ты хочешь в Таиланд? Ну, мне нужно немножко поднакопить, поэтому там не раньше, чем через полгода. Хорошо, давай сейчас с тобой найдем не раньше, чем через полгода тур в Таиланд. И это будет уже близко к той реальной ситуации, которая с ним произойдет, и вы посмотрите, как он будет себя вести. Вот, ну и, собственно, ни в коем случае не подсказывать, когда он где-то завтычит, а спрашивать про ожидания. Это очень-очень-очень полезно, и очень много нового узнаешь, когда он смотрит на экран, смотрит, 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 ты говоришь, что это проблема? Он такой, да. Я говорю, в чем? Вот я не понимаю, если я нажму сейчас на эту кнопку, я делаю правильно или нет? И ты спрашиваешь, а что бы ты ожидал после этой кнопки? Ну, допустим, что я там размещу свой заказ. Ага, ну все, ты записал. А на самом деле это кнопка для того, чтобы разлагиниться. Ну, так, пример просто. АБ-тестирование. Это уже более техническая штука, обычно используется, я думаю, что некоторые сталкивались с этим. Это когда у вас есть та же страница регистрации, и вы там на основе каких-то данных делаете вывод, что вашим пользователям не нравится красная кнопка, а им понравится зеленая кнопка зарегистрироваться. И вы запускаете параллельно такую же страницу, только одна с красной кнопкой, другая с зеленой кнопкой. На эти обе страницы идет один и тот же трафик с поделением 50 на 50, и через какое-то время вы видите, ага, вот здесь пришло тысяча пользователей, зарегистрировалось 10, здесь пришло тысяча пользователей, здесь зарегистрировалось 50. Значит, все-таки зеленая кнопка была правильным решением, мы оставляем эту зеленую кнопку. Там много нюансов, на самом деле, в этой методике куча-куча-куча всяких подводных камней, но если изучаться, углубляться, ну, если изучать всю эту методику, на самом деле она очень эффективная и решается, как вы видите, то есть не надо никуда бегать, ходить и так далее, вы узнаете по месту, как оно может быть, как оно должно быть лучше. И, собственно, самое главное, это этапы вообще, как происходит обычно UX. Это не так, что вы один раз сделали и все, и компания вас больше не нуждается. Нет, UX это постоянный цикл. Начинается все с того, что вы узнаете о ваших пользователях, вы узнаете их. Вы понимаете их задачи, вы понимаете все то, что им мешает хорошо жить, все то, что вы можете им предложить для того, чтобы улучшить их experience. После этого вы придумываете, генерируете кучу идей, вы придумываете, как оно может работать, выглядеть и так далее. И делаете прототип, запускаете минимальный продукт, делаете дизайн. Идете и тестируете его в онлайне, в офлайне, неважно. И всегда, на самом деле, в оригинальной схеме нету вот этого пункта, эволейт, то есть оценка, это очень важный этап, когда вы берете все данные из тестирования и оцениваете их. Этот этап занимает не меньше времени, чем все предыдущие этапы, и от него зависит исход дальнейшей судьбы продукта, сервиса. И дальше, естественно, когда вы оценили, вы всегда знаете, что есть что улучшить, есть что сделать больше. Вы снова придумываете, а тут еще заходят новые данные о пользователях, и это бесконечный процесс, из которого UX-дизайнер в этой компании не выходит. Он постоянно находится в этом процессе. Собственно, вот краткий экскурс. Да, да, experience. Девушка первая поднимала руку. Сейчас, сейчас микрофончик вам надо. Здравствуйте, меня зовут Ирина, от меня созрел вопрос. Мне эта тематика очень близко, мне понравилось, все. Я бы хотела спросить, вот если я хочу начать работать в этой сфере, каким нужно мне иметь технические какие-то, ну не знаю, там, какие-то языки программирования или еще чего-то, и где конкретно можно как-то искать эту работу, на какой сегмент рынка это используется. А последнюю часть повторите, пожалуйста, я плохо слышал. Ну вот, в каких рынках это используется, то есть помимо IT, то есть я так понимаю, это и для какого-то бизнеса, экономики там. Да, да, я понял вопрос. На самом деле UX-дизайнеры становятся из разных профессий, начиная от проект-менеджера, типичного графического дизайнера. Там можно на самом деле и… у меня вот знакомая, точнее одноклассница, она всю жизнь была бухгалтером и стала сейчас UX-дизайнером, и у нее в принципе неплохо получается, она только сейчас на начальном уровне, я немножко помогаю. То есть в принципе тут главное желание. Понимание технологий, да, важно. Может быть по росту своего… Я просто хотела спросить, какие именно технологии? Ну, начиная банально от того, что можно реализовать, что нельзя, да. То есть космический корабль, естественно, никто не сделает из подручных материалов. Но при этом, то есть я вижу, что UX-дизайнер, UX-дизайн это что-то между технологией, то есть чуть-чуть знание технологии, там верстки, та технология, которую там разрабатывают. То есть чем больше ты знаешь, конечно, тем более ты опытный, тем больше ты понимаешь. Но это не мешает войти в эту профессию в принципе с минимальными знаниями, начинать изучать, понимать все это. Потому что UX-дизайнер, проработав там, джуниор UX-дизайнер, проработав два месяца в компании, он уже понимает, как что делается, что можно, что нельзя на обычной практике. Естественно, нужно небольшое понимание бизнеса. То есть откуда берутся эти клиенты, там привлекает их с помощью SEO, привлекает их с помощью отдела продаж, привлекает их с помощью еще каких-то технологий. То есть UX-дизайнер тоже это учитывает и понимает, как бы можно даже это и определить в тех персонажах, о которых я рассказывал. Ну, собственно, дизайн, да, нужно следить за трендами, но при этом нужно иметь голову на плечах и понимать, где тренды использовать, где нет. Потому что консервативный сайт не потерпит всяких там флэт-дизайнов, точнее для B2B-сегмента даже, скажем так. Вот, флэт-дизайн в последнее время показывает больше хуже результат, чем результат из 90-х, ну, дизайна 90-х. И по поводу работы, то есть вот я хочу найти эту работу. По поводу еще раз чего? Ну, вот я хочу найти эту работу, где ее искать. На джоб-порталах можно на самом деле искать. Вообще, ну, ты… Коль, я думаю, тут вопрос в том, ну, в какую сферу идти или… А, да, да. В первую очередь нам не хватает юз-дизайнеров e-commerce, просто капец не хватает. У нас e-commerce в Украине это что-то такое гнилое и ужасное. Я надеюсь, что когда-нибудь появятся те, кто будет работать e-commerce. Вот тут еще один вопрос. Короткий вопрос по поводу трех-пяти персонажей. Должны ли они соответствовать сегментам, то есть отражать сегменты клиентов, да? Или как-то это под множество какие-то, как яркие представители, вот как оно соотносится с сегментацией клиента и персонажей? Да, да. Они должны соотноситься, а это должны быть именно те персонажи, которые пользуются вашим продуктом. То есть это может быть изначально, там, когда создается с нуля продукт, допустим, да, самое тяжелое это сделать персонажа, создать его, когда продукта еще нет. Но для этого есть социальные сети. Можно там, допустим, как из моей практики, когда-то проектировал каталог пиццерий, вот, и мне нужно было узнать, кто эти люди, которые любят едят пиццу, которые их много заказывают. Мне очень сильно помог форум любителей пиццы, потому что когда я зашел туда, я увидел, на что они жалуются, что они хвалят, кого они хвалят, почему хвалят. И тогда уже, то есть там даже был указан возраст, пол, некоторые даже указывали место работы. И это было мне с головой, чтобы я понял, что я должен сделать и как, для кого. Давайте с того ряда вопрос. А можете немного рассказать свой путь в UX-дизайн, то есть с чего вы начинали, как вы пришли? Я постараюсь очень быстренько. Я был таким разнорабочим в информационном агентстве, где узнал, собственно, про слово юзабилити. И у нас тогда были веб-продукты. Они мне вечно не нравились, мне дико бесили. Я начал изучать юзабилити, начал улучшать эти продукты. Но этого было мало. То есть мое стремление осталось только у меня. Руководство не поддерживало его. Я не смог его убедить. Поэтому я начал искать, собственно, вакансию UX-дизайнера. Так как у меня был уже небольшой опыт наработан, я мог о чем-то рассказать. Меня взяли в КП Медиа. Тогда еще это был корреспондент, который принадлежал Некурченко. Хороший корреспондент. И там уже был Бигмир. Собственно, я там занимался тем, что улучшал их показатели. Я создавал мобильные приложения, которые, к сожалению, как раз за всех этих притрубаций так и не были запущены. И когда начались притрубаться, я понял, что меня в этой компании уже ничего не держит. Я здесь добился максимума своего. Меня пригласили в работу UA. Где это был просто офигенно лакомый кусочек для меня, как для развития. И тогда я как раз для себя внедрил эти изобилити тестирования. Мы туда начали еще больше выходить в люди, общаться. Это был очень-очень-очень большой вот как раз опыт работы, которому очень благодарен. Ну и, собственно, после этого уже я понял, что нужно двигаться еще дальше. И теперь я продакт-менеджер, который, собственно, тоже использует UX в своей работе. Как сейчас. Можно еще вопрос. У вас есть, как бы вы создаете какое-то свое портфолио? Это первый вопрос. И нужен ли английский именно для UX-дизайнера? То есть насколько он актуален? Английский очень желательно для UX-дизайнера, потому что вся информация, собственно, в Украине плохо развит UX, реально плохо развит. И до сих пор считаешь вакансию UX-дизайнера, ты понимаешь, что им нужен обычный дизайнер, а не UX. Весь основной материал находится, естественно, за рубежом на английском языке. Обычно это крутые UX-дизайнеры с Америки. Вот тот же Джесси, о боже мой, Джесси Гарретт, вот. То есть он публикует, Дональд Норманд публикует на английском. Поэтому, чтобы понимать, изучать, продвигаться, английский нужен. А вторая сейчас опроса… Портфолио. А, портфолио. Это очень вечный холивар для CDX-дизайнеров. Нужно ли портфолио и как его сделать? Но последнее – это то, что ты… Ну, вообще, да, нужно. Нужно. Нужно портфолио. Вот. Как минимум для того, чтобы работодатель, либо заказчик мог понимать, то есть какой у тебя есть опыт, с чем ты имел дело, что ты можешь помочь в компании, что тебе нужно изучить, чтобы помочь. То есть портфолио обязательно. Сейчас вот здесь есть вопрос. У меня с привода тестования User Experience. Я хотела запитати, чи потрібно для этого писати певні тест-кейсы, тест-план складати, чи це все вдвоється більше экспромтом за допомогою майбутніх користувачів? Там, наверное, не было. На самом деле нет, никакого экспромта. Всегда должны быть заготовлены сценарии действия. То есть, да, как я говорил, у меня была методика, когда я просто говорил пользователю, вот тебе нужно найти работу, действуй. Вот. Но все равно у этого вопроса у меня была цель. То есть я хотел просмотреть, куда он пойдет в первую очередь, что для него важно, что он прочитает, что он посмотрит. Вот. А вообще, в принципе, лучше создавать сразу же какие-то сценарии. То есть задача пользователя сделать заказ товара, оформить, оплатить, вот, и получить звонок, допустим, от менеджера. Вот. И нужно, то есть с тобой пользователь зашел на сайт, посмотрел, что ему нужно заказать. Ага, там, я хотел пылесос заказать. Вот пылесос, я заказываю, точнее, смотрю характеристики, выбираю себе этого и этого, оформляю все-таки этот, иду, заказываю. То есть это все вот должно быть проходить, ну, желательно по сценарию, точнее, желательно, в любом случае, по сценарию. Ответил, да? Здравствуйте, Максим. У меня вопрос по поводу измерения user experience. Вот как можно померять, то есть вот хорошо или плохо. Вот у нас есть тестирование с каким-то даже пользователем, ну, по-моему, это понятно, что никогда идеала не будет. То есть всегда будут вэлы, но вот как определить допустимый уровень, скажем так. Он для каждого будет индивидуальный, поэтому он определяется исключительно на экспертизу UX-дизайнера. И, ну, то есть, это даже если берем тоже это user test, если берите тестирование, все равно есть какой-то процент пользователей, который запнулся на этом шаге, есть процент пользователей, кто запнулся на этом шаге, есть процент пользователей, который просто сказал, да ну нафиг, и все, ушел. Вот. Все равно это будут какие-то данные, это будут какие-то числа, и вы с помощью можете уже оценивать, понимать, где реальная проблема, где там поменьше проблем к нам присутствуют. если это у вас тот же, допустим, кейс с заказом корзины, да, то есть у вас такой там, пустите, добавил товар в корзину. Вы видите, что там в корзину добавил товар тысяч человек. Из них 500 перешло в корзину. Из них 10 перешло на оформление заказа, из них 2 купило. Вы уже понимаете, где у вас в этой воронке есть такое понятие воронка продаж, да, то есть где есть проблема, где можно улучшить и зачем. Это все зависит от разных целей, разных продуктов, а вот плохо хорошо, то есть да, это всегда можно сделать лучше. Поэтому у меня на практике на самом деле не было вопроса, если честно, хорошо или плохо. Я понимал, что сейчас вот так надо сделать лучше. Все. У меня питание. Чи потребен UX дизайнер на этапе передпроектного досліджения, коли зрозуміло проблематика, є куча фіч, хотелок, але незрозуміло, какие из них принесуть найбільшу користь клиентам? Ну, как раз это дело, что получается на предпроектном этапе. Мы знаем наших пользователей уже, мы знаем, что нужно для них сделать, что нужно, допустим, в первую очередь сделать, допустим, для минимального продукта, что нужно сделать вообще. Вот. И в принципе, потому что на основе этого делается собственный дизайн. Вот. Кстати, недавно читал статью о том, как как раз одна веб-студия, они их вначале утверждали с заказчиком ТЗ, потом делался дизайн, а потом вот, когда дизайн был готов, заказчика понеслось. А давайте здесь все-таки сделаем не два фильтра, а три фильтра, еще добавим такой, а здесь давайте сделаем промежуточную страницу, и все. И ТЗ ушло как бы в небытие. Вот. И они начали делать изначально как раз дизайн, а отталкиваться от дизайна уже понимали, что и как делать, зачем, почему. Вот. То есть этап очень, ну, с их подготовки очень важен. Как минимум понимать, что вы можете сделать, очень важное, а что можно оставить на потом. Давайте еще последний вопрос. Вот девушка, да, как раз подняла. Здравствуйте, спасибо за интересный доклад. У меня вопрос по поводу рынка электронной и e-commerce. Вы говорили, что очень гнилая сфера, когда наши работодатели будут готовы к UX-дизайнерам. То есть я сама работаю в IT-компании, ну, как бы IP-телефония, я понимаю, насколько это важно, но как бы наша компания, наши конкуренты, родственные компании, они не берут. Почему, когда и сколько? Это, наверное, как-то сложилось исторически. У нас до сих пор многие компании еще остались в 90-х и до Советского Союза, то есть тем пониманием всего этого. Особенно вот я сейчас работаю в AllBizy, это B2B Marketplace, и когда я общаюсь с нашими пользователями, крупными компаниями, которые производят там древесину там огромными количествами, вот я понимаю, что они мозгами еще остались вот в СССР. Я очень надеюсь, что вот после моих докладов появится хотя бы один-два еще UX-дизайнера, вот, потому что наш рынок не развивается так, как во всем мире. То есть в той же Америке для них это обычное дело, когда есть продукты, есть UX-дизайнер, который отвечает за успешность его. Большинство, то есть в компании Европы тоже присутствует UX-дизайнер, а у нас как-то это не повелось. Почему не видят смысла? Наверное, потому что пока нету какого-то такого общественно доказанного факта, который бы постоянно у всех был на слуху, что вкладывая в UX, ты улучшаешь себе не только радость пользователей, а и финансовые, собственно, показатели. Вот, ну, это моя гипотеза. Поэтому давайте, если кто-то хочет в UX, обязательно рвитесь. Здесь еще никого нет практически.